На связи ваши смски! Как вы заметили, мы сменили локацию. Теперь мы снимаем из нового кабинета студенческой медиа службы. Даша, у нас был такой насыщенный месяц! Ну, вообще-то у нас каждый месяц насыщенный. А этот очень! И о прошедших событиях смотрите прямо сейчас. Студенческая весна это одно из самых ярких и важных событий для творческих студентов. Ребята с нашего университета отправляли свои творческие работы, а также мы смс-ки отправляли своими видео. И буквально через несколько минут мы узнаем, кто-то займет первое место и отправится представлять Олдскую область на всероссийском уровне. Я выступал с произведением Евгения Евтушенко «Стеньки Разина». Стал лауреатом первой степени, а в приз получил пригласительный. Театр и студия имени Любови Ермолаева на две персоны. Мы всегда ожидаем лучшего, но готовы к худшему. Поэтому это, безусловно, приятно, когда ты побеждаешь. Участникам следующих конкурсов Хотелось бы пожелать, выбирать свойственный себе текст, произведение и не изубрить его, не вдавливать себе его в голову, не говорить об этом на автомате, а говорить от себя. Чтобы это запало в душу и ты рассказал какую-то историю. Я участвовала в номинации «Современный танец», показывала сольный номер. Я заняла первое место. Я на самом деле ожидала, что такое будет, потому что я не сомневаюсь в своих силах и уверена в себе, и в своем номере, и в своем творчестве, которое я делаю. Я хочу пожелать следующим участникам этого конкурса, чтобы они никогда не боялись, верили в себя, в свои силы и в то дело, которым они занимаются просто. Я получил первое и второе место. Первое место было у нас в дуэте с парнем Сом Гупсом. Он был вокалист. Я как пианист выступал. Дуэт у нас занял первое место. Как солист я получил второе место. Терпение, в первую очередь. Большое терпение. И нужно готовиться к такому конкурсу заранее, потому что он требует действительно большого вклада сил. Нужно уметь прокачивать себя в разных сферах для того, чтобы занять здесь какое-то место и показать какой-то мастер-класс. Нужно стремиться быть лучше и оставлять. В городе Самаре будут представлять Омскую область. Итак, образователь организации высшего образования Мулин Тимур, Омский государственный аграрный университет. Чебоха Дарья, Штанов Кирилл, Омский государственный аграрный университет. Павин Даниил, Омский государственный университет. Ваши аплодисменты! Лужи-рюбуши! Лужи! Впервые в нашем университете прошла игра КВН, в которой приняли участие команды со всего города из разных университетов. Они приходили побороться за кубок ректора Омского ГАЛ. И о том, как это прошло, смотрите прямо сейчас. По игре довольны, довольны все, все довольны. Мы выиграли, взяли лучшего актера. Мы не ожидали этого, и того, и того, но были очень удивлены. Сегодня было много команд, и всех из них мы знаем, со многими общаемся. И были помимо нас достаточно хорошие команды. И была конкуренция, мы не знали, кто возьмет первое место. Поэтому еще больше удивились в конце. Спасибо большое администрации Омского ГАЛу, что провел такое замечательное мероприятие. Кубок ректора Омского ГАЛу в студенческом дворце культуры. Мы были очень рады принять гостей по нашей сфере КВН. Все команды замечательно прошли все испытания. По баллам мы заняли второе место. Мы очень этому рады. Но мы рады за команду, которая забрала кубок ректора Омского ГАЛу. Мы рады будет видеть в наших стенах снова гостей КВН, другие команды. И очень бы хотели, чтобы еще такое мероприятие прошло. 24 апреля закончился чемпионат города по волейболу. И команда нашего университета заняла призовое место. Мы пригласили в нашу студию капитана команды сборной Евгению Данилову. И давайте же узнаем о том, как наша команда готовилась к этому чемпионату. И какие у них впечатления. Поделись, Женя, с нами. Всем здравствуйте. Ну, во-первых, с декабря месяца длился этот чемпионат. И закончился только 24 апреля. Мы очень упорно готовились и хотели добиться высокого результата. Но заняли третье место из 15 команд. Это для нас очень большая награда. Потому что мы стремились к большим высотам. Но немножко не получилось. Вот. И как бы... Ну, ничего, ведь в прошлом году вы завоевали второе место. Да, расскажи об этом. Ну, да. Это были отборочные соревнования Минсельхоза России. Мы заняли второе место и поехали на финал в Уфу. Там мы заняли шестое место из 20 команд. Женя, поделись вашими дальнейшими планами. Где вы в скором времени будете принимать участие? Ну, сейчас 10 мая мы начинаем соревнования в УЗы города Омска. И хотим тоже показать большие результаты. Вот. И как бы хотелось бы еще выразить благодарность нашему тренеру. Она сказала, что если мы не будем добиваться высот, то зачем мы тренируемся? Конечно же, еще большую благодарность мы хотим выразить Сергею Владимировичу Нечаеву, который всегда нас поддерживает, приезжает на игры. И, конечно же, аграрным университетом. Сегодня наш университет распахнул свои объятия. Мы встречаем дорогих гостей, проректоров аграрных вузов со всей России. Насыщенная программа включает в себя экскурсии, праздничный концерт. Ну, и, конечно же, самое главное – совещание по актуальным вопросам и перспективам развития аграрного образования. О том, как это было, смотрите в нашем сюжете. Дорогие гостюшки, дорогие, бояре молодые, бояре молодые, открывают вам воротицы, открывают вам... К нам приехали ректоры из Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Алтая, Иркутска. Мы будем рассматривать сегодня вопросы, связанные с развитием аграрным образованием. Это очень важно в сложившихся условиях, условиях импортозамещения и в условиях жестких. Санкции, которые сказываются и на развитии образовательной деятельности. Очень активно, динамично развивается. Очень теплый прием со стороны замечательного Омского государственного аграрного университета. Насыщенно, очень информативно. Очень многие вещи, они только обозначены, потому что многие вещи потом с помощью интернет-связи и всего остального можно будет получить, уже находясь у себя в вузах. Не все вузы в России и в мире являются открытыми для сотрудничества. Омский глава сегодня показал, что это дружелюбный гостеприимный вуз, вуз с большими амбициями и вуз готовы к партнерству и к совместным проектам. Интересен опыт ветеринарной клиники. Мы сейчас тоже создаем ветеринарную клинику, поэтому не важно было уловить каждую деталь работы и организации самого бизнес-процесса. Второе, что несомненно важно, это электронный деканат и единое окно. Вот этот МФЦ, который создан, он будет уже принят, наверное, на следующей неделе. Я внесу такое предложение на ученый совет, и мы внесем этот проект в программу трансформации нашего вуза. Очень мне понравился ваш музей. Это тоже такая фишка, все в одном размещено. У нас все-таки немножко по-другому, есть моменты, которые можно было бы взять на вооружение. Еще мне очень нравится, как Омский ГАУ работает по науке. Здесь много проектов, которые в том числе мы пытаемся реализовывать совместно и пытаемся по-партнерски входить в них. Но пока общих проектов у нас нет, но по науке Омский ГАУ движется такими хорошими шагами. Это первичное семеноводство зерновых, это вы прямо лидеры в этом направлении. Это важно, это позволяет вашему университету развиваться, я думаю, в этом будущее. Субтитры создавал DimaTorzok На этом наш апрельский выпуск новостей подошел к концу. Ставьте лайки, вступайте в наше сообщество и пишите в комментариях, какой сюжет вам понравился больше всего. Мы подготовили для вас маленький сюрприз. Из всех комментариев мы выберем один и подарим ему приз. О результатах расскажем в следующем выпуске, поэтому обязательно его смотрите. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok